Конвиктус Украина Сегодняшняя наша лекция «Особенности работы с подростковыми суицидами» Это тема для взрослых, для взрослых о подростках Для начала я хочу рассказать примеры своей практики, работы с подростками Мы в молодежном клубе проводим разные формы работы Это групповая работа, это тренинги, это арт-терапия, это дискуссия И одно из занятий, которое мы проводили, оно было посвящено ценностям жизни Подросткам предлагалось написать на карточках все самое важное, что они считают в своей жизни По возрастанию, как угодно Например, они писали про здоровье, про семью, про жизнь, про друзей, про взаимоотношения с друзьями И потом упражнение было такое, что им предлагалось вступить в путешествие И на этапах путешествия расплачиваться этими карточками То есть на каком этапе, какую ценность жизни они могли бы отдать, чтобы дальше продолжать путешествие Так вот, как оказалось, у подростков карточка, где написана была жизнь Уходила в первые три этапа Дальше они продолжали путешествие и дальше расплачивались своими друзьями И самое последнее, что интересно, это была семья То есть важность семьи у подростков, ну как оказалось, на первом месте Для чего я вообще перевожу этот пример? О том, чтобы мы обратили внимание, с какой легкостью подростки относятся к жизни К вопросам жизни, к вопросам смерти Ну и переходя на тему суицида подросткового возраста Ну для начала я хочу сказать, что это такое вообще суицид Что это умышленное самоповреждение со смертельным исходом Лишение себя жизни, самоубийство Это такой динамический период, хотя может выглядеть неожиданным для окружающих Но для подростков характерна еще импульсивность То есть это не всегда процесс от мыслей до каких-то раздумий До подготовки и до свершения суицида То есть это может быть импульсивный поступок Феномен социально-психологической дезадаптации При взаимодействии человека со средой с социумом Здесь имеется в виду взаимодействие подростка в семье С родителями, в школе, с учителями, со сверстниками И взаимодействие полов То есть влюбленности, такая несчастная любовь То есть это вот все ситуации, которые, в общем, проживает подросток Эмоционально проживает именно в свой период Суицид это всегда крик о помощи О чем это нам говорит? О том, что есть какая-то ситуация Настолько переживательная, настолько важная Настолько эмоционально сильно окрашенная Что подросток не видит вообще выхода из этой ситуации Поэтому получается, что причина именно в сложившейся ситуации А суицид, вот это желание уйти из жизни Это уже как следствие И виды суицидов Это завершенный суицид Я могу сказать, что я в своей практике, к счастью, не сталкивалась с завершенным суицидом Но с видами суицидального проявления Вот там попытки, самодеструктивное поведение Это уже в моей практике было и есть Значит, завершенный суицид Он характеризуется продуманным планом действия Чаще остаются записки, адресованные родственникам и друзьям Зачастую такие попытки заканчиваются смертью То есть эти попытки, если это завершенный истинный суицид То они всегда заканчиваются смертью Суицидальные попытки или парасуицид Это не заканчивающая смерть Намеренное повреждение или самоотравление То есть цель убийства себя, самоубийства Как бы это страшно ни звучало Есть, но этому кто-то помешал То есть в моей практике была девочка Которая резала себе вены Она рассказывала о том, что мама неожиданно зашла в ванну И заметила, что вот она режет себе вены И этим самым ее спасла Почему нужно обратить особое внимание на суицидальные попытки? Потому что риск повторных попыток очень высок Наибольшая вероятность это первые два месяца И в течение года подросток нуждается в наблюдении В наблюдении и в помощи специалистов Демонстративное суицидальное поведение Это угрозы, протест, бунт, попытки Суицидальный шантаж, мысли, намерение Самоповреждение без намерения умереть В подростковом периоде, если суицидальное поведение Имеет такой демонстративный характер Он все равно должен очень сильно настораживать То есть грань у подростков между Вот этой демонстрацией, шантажом И действительно смертью Вот окончанием таким Она очень-очень тонкая То есть подросток может просто заиграться Он может не рассчитать свои силы Он от попыток, которые повторяются Возникает такая как бы привыкаемость к этому процессу Уже меньше страха Потом у подростков такое бывает Отношение к этому Ну и ладно, ну и пусть То есть такое более Ну такое романтическое, да Такое легкое, философское такое отношение Вот в основе напугать окружающих Заставить их задуматься над проблемами Осознать свое несправедливое отношение к нему Стремление обратить внимание на себя На свои проблемы Виды порезы вен Отравления не ядовитыми лекарствами Изображение повешенного Даже если подросток Принимает таблетки, которые Вроде бы как они приведут к смерти Да, выпил, допустим, большое количество валерьянки И сказал об этом Вот я вот выпил, потому что вот такая ситуация Я вот это сделал Это момент обязательного обращения внимания на подростка Потому что в этом моменте подростку всегда необходима помощь Особенности подросткового возраста Способствующие суицидальному поведению Мы говорим о подростках Это такой период взросления Вчера они еще были дети Завтра они будут взрослыми Но сегодня они еще подростки Это такой период отделения от взрослых Такой период сепарации То есть в какой-то момент авторитет взрослых родителей Он ослабевает Это тоже одно из условий взросления Чтобы ребенок почувствовал себя самостоятельным И научился жить самостоятельно в этой взрослой жизни Значит, какие особенности? Эмоциональное сужение сознания как реакция на стресс То есть ситуация, которая сложилась Вот эта сложная ситуация Сильные переживания Она проживается настолько сильно Что больше ни о чем ребенок Подросток думать даже не может Это такое туннельное мышление Это вот как смотреть, допустим, в подзорную трубу И видеть только вот одну картинку То есть нет выхода Нет никаких вариантов Только сильная эмоция Эмоциональный характер мышления и поведения То есть это быстрая перемена настроения То есть то он чем-то опечален То он разозлился То есть перемены, они такие могут быть даже стремительные Импульсивность Импульсивность – это невозможность вообще остановиться Подумать, поразмышлять о последствиях То есть это именно характерно для подросткового возраста И аффективное суицидальное поведение Когда совершается состояние аффекта При таких попытках нет четкого плана То есть преобладают очень сильные эмоции Это обида, гнев И отсутствие опыта проживания сложных ситуаций Ну это понятно, потому что подростки Они еще не так долго живут У них не было еще возможности набраться этого опыта Прожить проживание этих ситуаций Высокий уровень внушаемости и подражания Самоповреждающее поведение, оно имеет такую заразительность Особенно если это не совсем суицидальное А именно элементы самоповреждающего поведения То есть подростки подражают, они повторяют Если в СМИ, допустим, есть сообщение о суицидальных попытках Красочно, ярко преподносится То если эту попытку совершил их кумир Допустим, кумир какой-то музыкальной группы То несколько подростков могут последовать этому И были такие примеры, когда девочки последовали Выпрыгнули из окна вслед за суицидом их кумира Нет или недостаточно сформированное сознание Понимания ценности жизни Не сформированы стратегии поведения Преодоления стресса Тут имеется в виду о тех нейрональных связях Которые сформируются уже к более взрослому возрасту К 20-25 годам То есть преодоление стресса Формирование этих барьеров Преодоления стресса То есть выдерживание сильных переживаний Сильных эмоций Низкая критичность своего поведения На таком примере могу рассказать Как у нас один подросток Рассказывал, как он со своими друзьями Любил заниматься тем, что они катались на крыше электричек Знали ли они, что это опасно? Конечно, знали Но продолжали Тут уже вопрос к рискованному поведению Я об этом еще отдельно расскажу Случилось несчастье Одного мальчика ударило током И он умер После этого подростки перестали это делать То есть нет опыта Как бы вот эти слова о том, что это опасно Они это слышат Но у них нет еще пока возможности осознать это Прийти к такому осознанию На которое способен взрослый человек Индивидуальная склонность к аутоагрессивному поведению Агрессия направлена на самого себя То есть это всегда аутоагрессия Суицидальное поведение Это всегда агрессия направленная на себя Чувство собственной незначимости Уязвимое чувство собственного достоинства Низкая самооценка Чувство вины Стыда Страх Гнев Склонность к самообвинению Вообще проживание этих чувств У подростков оно очень эмоционально окрашено Оно очень интенсивное И то, что кажется взрослому человеку Совсем простой вещью Для подростка это просто кризис Это просто крах Безысходность Безвыходность Вот такое ощущение Неадекватная самооценка Сниженная способность переносить душевную психологическую боль То есть подростки переносят психологическую боль Намного острее, чем взрослые Снижение толерантности к эмоциональным нагрузкам Это ранимые подростки Чувствительные Такие переживающие Или наоборот Категоричные Или так Или не так То есть два варианта Здесь характерно Без нюансов Здесь характерно радикализм И эгоцентризм То есть все по-моему Мое мнение правильное То есть вот такая категоричность В суждениях и в мышлении Отсутствие гибкости психики Обусловленное возрастом Это о том, что подросткам Трудно менять свое решение Трудно посмотреть на ситуацию с другой стороны Трудно услышать чье-то мнение И задуматься о том, что Может быть он не прав, а взрослый прав То есть вот эта категоричность мышления И негибкость психики Снижение коммуникативных навыков Это подростки, которым сложно заводить друзей В школе они ни с кем не контактируют Неумение попросить о помощи То есть нет этого навыка еще Попросить о помощи Обратиться к взрослым за помощью Он приобретается уже позже В процессе взросления Психологические защиты и стратегии преодоления стресса Недостаточно сформированы Это так называемая стрессоустойчивость То есть подросток не может выдержать Этих сильных эмоций И ему нужно каким-то способом Какой он знает Или где-то слышал Вот как-то от этого избавиться Индивидуальная склонность К агрессивному поведению Агрессия направленная на самого себя Это я уже говорила Это все суицидальное поведение Когда агрессия направляется Не на источник, который вызвал эту агрессию А именно разворачивается на себя Не сформирован страх смерти Склонность к рискованному поведению Ну вот в склонности к рискованному поведению Тут это не суицидальное поведение Но почему мы говорим О рискованном поведении подростков потому что подростки, рискуя, могут просто погибнуть, не до конца осознавая это. То есть риск приносит очень сильные эмоции, то есть проживание какого-то вдохновения, какой-то гордости, повышается чувство собственной значимости. То есть вот я такой молодец, вот я вот так смог, вот я прошел по краю крыши. Но почему мы в этой лекции говорим об этом? Потому что это все может закончиться смертельно. Группы риска. То есть какие именно подростки, попадая в эту группу риска, большая вероятность у этих подростков, что они могут закончить жизнь самоубийством. Здесь нужно сказать, что это может быть несколько групп риска, не один. Допустим, подростки с предыдущей незаконченной попыткой суицида. То есть все незаконченное, как все незаконченное, стремится к завершению, так и подростки, имея одну попытку, они могут пробовать ее повторять. То есть эти подростки всегда требуют внимания и помощи. Подростки, демонстрирующие суицидальные угрозы, прямые. То есть без меня всем будет лучше, чем так жить, лучше умереть. То есть вот эти высказывания, даже если они сказаны, ну так как мимоходом, то есть сказал и ушел, они не должны оставаться без внимания, потому что это очень грозный признак. Если подросток уже говорит о смерти или о способах смерти, то значит это уже подросток нуждается в помощи. Он таким образом как бы дает нам знак о том, что со мной что-то происходит. Обратите на меня внимание. Антивитальные противожизненные высказывания. То есть зачем все это нужно, без меня будет лучше. То есть такой может быть депрессивный фон, когда ценность жизни вдруг снижается. И есть на это причины. И завуалированные. То есть это повышенный интерес к теме смерти. Подростки рассматривают какие-то сайты, смотрят, каким способом можно уйти из жизни. Это посещение, рассмотрение картинок. Они спрашивают, а как, а что, а почему. Вот эти рисунки, когда они рисуют смерть разными способами. То есть это тоже очень грозный признак. Подростки, имеющие тенденцию к самоповреждению, аутоагрессии. Самоповреждение как таковое, оно не является суицидальным поведением, потому что он несет за собой эту цель. То есть убить себя нет этой цели. Но это аутоагрессия, которая направлена на себя. И в этой группе подростков есть процент суицидов. Поэтому я считаю важным и в этой лекции об этом сказать. Что это за самоповреждение? Это множественные царапины, порезы. Это так не единичная такая царапина, а вот прям исцарапывает себя. Особенно такие штриховые порезы, множественные, неглубокие. Прокалывание, прижигание сигарет. Вот характерно больше для мальчиков. То есть нанесение себе физической боли с таким желанием как бы преодоления вот этой психологической или душевной боли. То есть перейти от психологической боли в физическую. Нанесением себе вот этой физической боли. Удары, щипки, навязчивание, прокалывание кожи, намеренные действия, мешающие заживлению раны. То есть это такое расцарапывание раны. То есть бесконечное расцарапывание одной и той же раны, что мешает вообще ее заживлению. На это нужно обязательно обращать внимание. Подростки, у которых в роду были суициды. Если был такой пример, он является как пример выхода из тяжелой ситуации. Это суицид у родственников. Он может послужить примером. Но по мнению некоторых авторов, есть генетическая предрасположенность. То есть передается предрасположенность к суицидальным действиям. Подростки, употребляющие психоактивные вещества. Здесь имеется в виду именно действие этих психоактивных веществ на организм подростка. То есть то, что они вызывают. Сейчас, когда подростки употребляют стимулирующие наркотики, то очень часто психозы, депрессии, галлюцинации. То есть такая перемена от повышенного настроения до депрессивного фона. И это тоже может быть причиной суицида. Ослабление мотивационного контроля за поведением. То есть это действия психоактивных веществ, наркотиков и алкоголя. Подростки, страдающие аффективными и тревожными расстройствами, пограничными расстройствами, личностями, депрессиями и другими психическими заболеваниями. Здесь я хочу сказать, что не только подростки, страдающие психическими заболеваниями, склонны к суицидальным попыткам или к суицидальному поведению. То есть большая часть подростков совершает суициды совершенно здоровые, в полном здоровье. И это очень важно знать. Есть такое мнение в социуме, что это психически нездоровые люди. Нет. Среди подростков могут быть совершенно здоровые люди, которые совершают такие действия. Подростки, страдающие хроническим смертельным заболеванием, в том числе, когда данными болезнями страдает их член семьи. То есть кто-то из семьи болеет, подросток переживает, или сам подросток болеет. И это всегда необходимость помощи, психологической помощи такому подростку. Подростки, переживающие тяжелые утраты, допустим, смерть родителя, любимого человека, особенно в первый год, такой подросток заслуживает особого внимания специалистов, психологов, психотерапевтов. Подростки с выраженными семейными проблемами, уход из семьи значимого взрослого, развод, домашнее насилие. То есть все ситуации, которые сопровождаются сильными переживаниями, сильными эмоциями. Причины и мотивы. То есть что же заставляет, какие мотивы пойти на такой крайний шаг. Здесь могут быть особенности формирования личности с проявлением самодеструктивного поведения. То есть подростки, которые отличаются девиантными формами поведения. Это нарушение правил и норм. Это прогуливание школы. Это нарушение законов. Существует такая гипотеза, что подростки, те подростки, которые склонны к девиантному поведению, они не видят будущего, они не видят ярких красок будущего. Им все это кажется вообще серым, неинтересным и некрасивым. Тревожное состояние, депрессивное состояние, психозы. Значит, причины, вот как я уже вначале говорила, то есть основные причины, это взаимоотношения с подростка, с родственниками, со школой и полов. Отношения полов. Межличностные отношения со сверстниками и родными. Проблема в школе, изоляция в классе, травля, буллинг. Сейчас буллингу придается очень большое значение, потому что такой длительный период травли, он всегда негативно сказывается на подросткам. Подростки не все в силах вообще пережить. Вот такие вот хронические, эмоциональные, психологические давления, даже если это без побоев. Дефицит общения, никто меня не понимает. Вот этот признак одиночества, ненужности, на это обязательно нужно обращать внимание, то есть на резкую перемену поведения, настроения подростка, как в школе, так и в семье. Влияние молодежной субкультуры, это сайты, это вот все вот эти вот посещения сайтов, которые говорят про смерть. Насилие и конфликты в семье. Значит, страх столкнуться с болезненной ситуацией, то есть он бывает, он может быть настолько сильный, что единственный выход, который видит подросток, это убежать. То есть убежать. Убежать каким способом? Саморазрушающим. То есть как-то прекратить эти страдания. То есть невыносимость ситуации, она настолько сильная, что подросток не в состоянии подумать, а что же потом. То есть предается смерти такое мистическое мнение, такое философское мнение, романтическая такая тема. То есть такой окрас как бы смерти предается. Реакция на чувство вины или следствие переживания стыда, обиды, страха. То есть сильные переживания связаны именно с этими чувствами. Действия алкоголя и наркотиков, я уже сказала об этом, что именно эти вещества могут вызывать психозы и чередоваться с депрессивными состояниями, для которых характерны такие высказывания, что я плохой, все плохо, ничего хорошего не будет. То есть это достаточно грозный признак. Протест, месть, призыв обратить на себя внимание, крика помощи, самонаказание. То есть суицид это вообще аутоагрессия, это самонаказание, но когда эта агрессия направлена именно на себя. Наказать других вы пожалеете, когда я умру. Отсутствие эмоциональной поддержки в семье или наоборот потенциирование стресса. То есть отсутствие вот этих эмоциональных теплых связей. Нет человека, который может выслушать и поддержать. Или наоборот, подросток не идет домой, потому что ему самому с собой тяжело, то есть проживанием своих чувств и эмоций. А еще и дома, если напряженная ситуация, то есть ему становится невыносимо. Бесстрашие. Тоже бесстрашие характерно для подростков. Они чувствуют себя на самом деле такими бесстрашными. Как способ справиться с психологической болью. Чувство безнадежности, одиночества, беспомощности. Вот эти проявления поведения, они могут быть замечены окружающими. То есть это не может так остаться незамеченным. То есть такое поведение, как чувство безнадежности, одиночества. И безответная любовь вызывает очень сильные страдания. Не надо их обесценивать, потому что это очень сильные переживания для подростка, эмоционально окрашенные. Что же с этим всем делать? Как с этим всем поступать? Расскажет моя коллега, психологиня Ольга. И я передаю ей слово. Всем здравствуйте. Я рада приветствовать всех участников конференции. И перехватываю эстафету от моей коллеги. И продолжу говорить о теме особенностей работы с подростковыми суицидами, а именно о вариантах помощи подросткам. Для начала хотела бы обозначить, что страх смерти – это один из основных факторов, которые могут ограничить суицидальную активность. У подростков этот страх смерти еще не сформирован. И для того, чтобы он сформировался, то у подростков должна быть либо угроза своей собственной жизни, например, какая-то смертельная болезнь, либо болезни близких, либо смерть близких, родственников, одноклассников, друзей. И опять же обозначу, сделаю еще акцент, повторю мою коллегу о том, что проявление суицидального поведения – это всегда крика помощи. И оно не должно никогда обесцениваться взрослыми и никогда не должно переводиться в шутку. И это всегда повод для того, чтобы обратиться к специалистам, к психологам, психиатрам, либо психотерапевтам. И эффективность такой помощи оценивается именно степенью осознанности подросткам своего поведения, чтобы он осознал, что это за поведение, к чему оно может привести, и для того, чтобы он понял причины своего аутоагрессивного поведения. Первое, на что важно обратить внимание, это то, что с подростком необходимо выстроить доверительные отношения. На это может уйти несколько сессий. Второе, важно понимать, что это должны быть интервизионные сессии, то есть те сессии, в которых специалист сам задает тему разговора. Также важно провести работу с выявлением причины суицидального поведения и обсудить стрессовую ситуацию. Обсудить все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации и перевести эту ситуацию в категорию решаемых. То есть, как говорила моя коллега, подросткам кажется, что выхода из стрессовой ситуации нет, кроме как совершить суицид. Важно подростку показать, что есть еще другие варианты выхода из стрессовой ситуации. Если это самоповреждение, аутоагрессия, выявить мотивы этого самоповреждения, и желательно работать сразу же после инцидента, так как со временем снижается порог боли, и организм вырабатывает эндорфины на боль, и этот механизм может закрепиться, и возникнет такой элемент даже эйфории. Такое самоповреждение может пройти где-то в возрасте после 20 лет, но если это не попытка суицида. Также важно работать обязательно с родителями на выявлении конфликтной ситуации, например, в семье. Может быть, это насилие над ребенком, либо вообще, в принципе, насилие между родителями, либо жестокое обращение с ребенком. Работа с родителями очень важна. Также важно научить обращаться за помощью и получать помощь, научить именно подростков это делать. И подростку в этот период важно найти свое доверительное лицо. Почему ему сложно это сделать? Потому что у него существует страх наказания, и ему важно найти то лицо, с которым он может поделиться какой-то своей бедой, либо какой-то стрессовой ситуацией. Также важно сформировать стратегии поведения преодоления стресса. поотвечать на вопрос, простой вопрос, что в этой ситуации возможно сделать еще. Таким образом, поискать еще можно положительный опыт выхода из стрессовой ситуации. То есть спросить подростка, было ли у тебя такое, что казалось, ситуация безвыходная, но ты нашел выход, ты решил этот выход. И подросток, когда вспомнит эту ситуацию, то тогда он может уже опираться на позитивный опыт выхода со стресса. Также важно сформировать положительные образы будущего. Можно прям задать подростку вопрос, с кем ты себя видишь в будущем, через 5 лет, через 10 лет. И подросток, как правило, ответит, я себя вижу врачом, либо я себя вижу учителем, папой, мамой, блогером, в конце концов. И таким образом немножко выводить его из этого туннельного мышления. Также крайне важна работа с чувствами. Чувства, которые переживает подросток в этой ситуации, это чувства вины, стыда, обиды, страха, гнева и злости. Очень важно развивать подростковый эмоциональный интеллект, говорить об этих чувствах, о том, как их конструктивно проживать. Также важно работать с неадекватной самооценкой, то есть либо с очень завышенной, либо с очень заниженной. Очень важно формировать ценности жизни через эмоциональную привязанность к семье. Первое, что необходимо, научить подростка дорожить своими близкими, а потом уже подросток начнет дорожить своей жизнью. Поговорить, например, о любви к близким людям. Также важно ориентировать на будущее, на достижение будущего. Помимо того, кем ты будешь в будущем, чего ты хочешь достигнуть в будущем. Это также поможет подростку немножко выйти из тонального мышления. Также важно определить личные причины, по которым стоит жить. Проговорить с подростком, чтобы он ответил на вопросы, как ты думаешь, какая причина жизни, почему тебе все-таки стоит жизнь, какой смысл жизни. Необходимо поговорить о жизни, о смерти и особенно о необратимых последствиях смерти. И это, опять же, выход из тонального мышления, потому что в этот момент подростка настолько сильное переживание, что все вокруг ему кажется просто неважным. У него существует такой образ, нечеткий образ смерти. Он уверен, что жизнь продолжится после его смерти, но уже без тех проблем, которые существовали до. Важно обозначить, что жизнь не продолжится. И что может способствовать еще такому мышлению? Это виртуальные игры, в которые играют подростки, где герой имеет много жизней. Также важно обозначить эстетический характер суицида. По сути, как выглядит человек, который совершил суицид. И сделать акцент на физической боли. Потому что в фильмах, конечно, показывают такие красивые, в кавычках, романтизированные картинки совершения суицида по типу выпить снотворного и уснуть вечным сном. Но это все только в фильмах. На самом деле эстетически это выглядит очень непривлекательно. То есть у человека возникает рвота при передозировке препаратами. Если это повешение, то человек синеет, у него там вываливается язык, у него проходит акт дефекации и акт мочеиспускания. И все на самом деле это не так эстетически, как подростку может казаться. Если же в подростка есть психические расстройства, то, конечно же, психотерапевт должен работать вместе с психиатром. Также очень важно повысить ценность личности самого подростка. Признать его личность, что он личность. Его мнение важно, что его слушают. И он как личность важен. Также важно поговорить о негативных последствиях при употреблении психоактивных веществ по типу алкоголя и наркотиков. Важно еще обозначить о психологической и социальной стигматизации обществом суицидального поведения. То есть если эта попытка не завершится успешно, то тогда общество, в которое он вернется, возможно будет проводить над ним буллинг, всякие издевательства, обзывательства, обзывать его больными и так дальше. Поэтому важно это тоже обозначить. Для подростков это очень важно, какие у них отношения со сверстниками. Также важно поговорить с подростками о реакции его значимых взрослых. Как по твоему мнению, мама на это реагирует, папа, братья, сестры, тоже чтобы расширить это туннельное мышление. Также при работе с подростками необходимо учитывать тревожный, депрессивный компонент и работать с нарушениями настроения. Это был такой небольшой блок, что делать специалистам, психологам, психотерапевтам, а что же делать родителям, если у них такой подросток. Самое-самое-самое важное это находиться в контакте со своими детьми, проявлять интерес к их жизни, к их хобби, к увлечениям, к делам в школе, к друзьям, к личным переживаниям. Обязательно просматривать контент, который потребляют подростки, сайты, соцсети, игры. И речь идет не об усилении контроля, по типу, я тебе разрешаю играть только в эту игру по 15 минут в день, а речь идет о том, чтобы договариваться с подростком и объяснять, почему этот контент является приемлемым, а тот является неприемлемым. Также необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении подростка. Резкое изменение настроения, отказ от еды, отказ от подхода в школу, резкое какое-то уединение. Это все не должно быть обесцениваться. Также не должны обесцениваться любые переживания подростка. Важно разделить эти переживания и дать поддержку. Не говорить что-то по типу, если у вашей, например, дочери случилась первая несчастная любовь, не говорить, что да, таких еще у тебя 10 или там 20 будет. Важно разделить с ним эти чувства и сказать, что бы ни случилось, я всегда тебя буду любить и всегда буду тебя поддерживать. Также родителям очень важно не игнорировать просьбу детей о переводе в другую школу. Если ваш ребенок просится в другую школу, это значит, что там что-то происходит. Либо конфликт со сверстниками, либо конфликт с учителями. Это очень важно родителю пойти и выяснить. Также важно проводить время с подростком. Если вы заметили у вашего подростка такое поведение, либо признаки такого поведения, то вы можете взять отпуск, поехать с ним отдохнуть, наладить доверительные отношения и дать поддержку ребенку. Сказать, что вы всегда будете рядом, вы всегда ему поможете. И даже в том случае, если ребенку будет сложно вам открыться, как я говорила уже выше, из-за страха наказания, то у него есть всегда право найти другого значимого взрослого, которому ребенок может доверять и открыться. И таким взрослым может стать, например, крестный, крестная, другой родитель, либо дядя, либо тетя, бабушка, дедушка и психолог в школе. И важно также консультироваться у специалистов, потому что подростки более открыты к психологам, нежели к родителям, опять же из-за этого страха наказания. И специалист всегда поможет выяснить причину происходящего. Всем спасибо за внимание.